Торгуют все. С приходом лета на Ивановских улицах появляется все больше продавцов. Иногда торгуют из палаток, иногда прилавок прямо на земле. Ассортимент товаров от цветов, выращенных собственноручно, до старых книг и игрушек. Если в этом случае угрозы для покупателя нет, то, например, с продуктами питания, честные глаза продавца – единственная гарантия качества. Чтобы обезопасить потребителя, по закону для осуществления уличной торговли выдают официальное разрешение. Но зачастую это правило продавцы игнорируют. Чаще упираются в нежелание и, естественно, выдача разрешений, получение разрешения на постоянную торговлю проходит по средствам конкурса, открытого в администрации города. То есть нужно собрать определенный пакет документов, иметь наличие ИП, в большинстве случаев на руках, или ООО, и, естественно, цена лота. Выявлять и наказывать нарушителей в полномочиях управления муниципального контроля городской мэрии. Рейды по излюбленным местам незаконных торговцев проводят регулярно, но меньше их не становится. Этот киоск с пирожками стоит здесь и зимой, и летом. Улица проходная, покупатели в основном проголодавшиеся после занятий студенты. Теперь вот заглянули специалисты управления муниципального контроля. Здесь они ничего не покупают, но уже стали постоянными клиентами. Ваш лоток находится в неположенном месте, вы осуществляете торговлю не в том месте, вы согласны с нарушением? Да. Да. Меня и так уже пенсии решили. Желание подзаработать не повод нарушать закон, из чего пирожки одному богу известно. У продавца несанитарной книжки не разрешение на торговлю, по крайней мере официального. Почему он на той стороне торгует и ничего? Никому ничего. Там он полно пенсионеров сидит. Человек 15 вот сидит. Никому ничего. Ты отсюда не прогоняешь владельца торговой точки? Нет. Я плачу. Вот чтобы здесь стоять, платить. Как же, плачу, да. Так почему бы не платить за легальное место на настоящем рынке? Он, кстати, прямо через дорогу. Стоит недорого, но без всех необходимых документов сюда не пробиться. В этом-то и состоит загвоздка. В итоге страдает репутация и выручка законных продавцов. Мы за аренду платим, мы платим все эти документы, все. А они просто стоят, перебивают нам все цены. Ни за что не платят, за аренду не платят, а торгуют и нам перебивают это все. И у нас торговли вообще нет из-за этого. Штраф за незаконную торговлю – полторы тысячи рублей. Но, к сожалению, для уличных продавцов это лишь стимул продолжить свою деятельность и возместить убытки. Единственный действенный способ искоренить теневых коммерсантов – не покупать у них. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ «Иван». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова